Дело в том, что мы сейчас в Волгограде имеем музей буквари народов мира, о котором многие не знают, единственное в мире, и музей истории русской письменности, родившийся на базе буквари народов мира. Когда сделали анализ буквари разных стран, оказалось, что есть символы, а слово даже символ, символы открываются. Это наши четкие, ясные слова, дающие понятия. И если это образное мышление приводит каждого человека в практическое применение, лучом внимания, у него начинается питание. Вот и начало воспитания. Это первый процесс. Мы так и говорим. Не заметил, потому что не обратил внимания. И умение, луч внимания, лазер своего сознания, включить на систему питания себя... Посмотрите, я буду говорить практическим языком, что у меня была травма несовместимая с жизнью. Семь срочных позвонков. Врачи меня выбросили. А я полностью восстановил, смогу показать. Вот семь срочных позвонков, они у меня полностью на место стали. Почему? А потому что человек устроен творцом и создан по образу и подобию. Включайтесь, ваше преподобие. Вы поймите, что у нас заложен ключ информационный. Ключ, а ваше внимание, ваш луч помогает вам улучшить свое состояние. Вот это первый круг. То есть себя собираем. Правильно? Потом в окружающие лучшие благоприятные пути открываем. Круг расширяется. И так постепенно радар включается. Помните, что это дано нам не даром. А чтобы мы пользовались своим радаром. Чтобы каждый миг прошел не даром. И поймите, что у каждого ощущения будет свое. Есть иные ключи. Мы не случайно находимся в помещении культуры веры. То есть это культ ура, свет, просвещения. Мы забыли этого злого значения. И веры луч, и знания света. И открывается дорога эта. Причем я работал с детьми, с инвалидами. В наркологическом революционном центре. Ко мне обратились, я до этого работал в народной медицине Среднего и Нижнего Порода. И мне главврач говорит, уж прийди ко мне. У меня все разбежались. Я же священник. Никого нет. С бездомцами, с наркоманами говорить нельзя. И вот я вам сейчас скажу, как я пришел в этот наркотик. Я пришел, здравствуйте. Я социальный психолог. Пришел с вами работать. Тихо так, все взялами накрыто. И голос. Это вы пришли решать наши проблемы. Я говорю, нет. Я пришел вам помочь, чтобы вы были в состоянии решать свои проблемы. Тихо так, и голос. Это другое дело. Если человек приходит в себя и четко, и ясно может себя, смотрите, решать, приструнить, плечи развернуть. Вот он крест животворящий, открываешь путь. А смотрите, шевельните, локти, кисти, пальчики, разверните. Позвоночник, позвон, колени, стопы, пальцы, ног, все лишнее вон. А видим вон. Вот так постепенно исполняем нам данный поход. То есть мы концентрируемся. Конструкция наша меняется. Лучшие благоприятные пути открываются. И это называется луч внимания. Моя ученица сказала, луч – это личное счастье человека. Если мы делаем то, что у нас заложено свыше, и ключами мира мир открываем, мы творцу внимаем. И вот тогда возможность вынимаем. И тогда делом занимаемся. Онимаемся. Все это есть на интернете. Я прошел, сейчас была конференция, конгресс международный. И вот сейчас в Дубне. Мы сейчас сотрудничаем с Владивостоком. И вот сейчас рос прорыв. Владивосток такая Игорь Кузьменко несет. Волны вселенной. Мы же знаем, что информация идет и пронизывает каждую клеточку. Смотрите, слова интересные. Сеточка, клеточка и веточка. Включайся в кожу и веточка. И коробка. И, кстати, как только человек не может жизнь свою украсить, красть он не будет. Потому что он видит последствия своего намерения. Он забывает, что живет-то вечно. А если он не подготовил через свое тело, в свое деяние, лучшее, благоприятное взаимодействие, где ты определяешься в действии, находишь лучшее для себя. Думаете, какое слово? Для себя. И своего окружения. Вот, а ты налаживаешь взаимоотношения, и лестница идет вверх, и право. Вот право слави. И мы должны слава, слово знать, умение его применить, дает нам путеводную нить, которая может нас оборонить и будет хранить. У нас внутри воитель, сердце души, тело хранитель, объединитель, соединитель. Эту тоненькую нить я в состоянии разрубить стальной клинок. У Пушкина замечательные слова сказаны. Нет такого богатства, которое может перекупить силу обнародованной мысли. У меня это отработано, поэтому предлагаю для практического применения. Продолжение следует...